здравствуйте друзья вы на моем канале уютное чаепитие и с вами я ирина сегодня я хочу сделать драники которые я уже собираюсь сделать который день вот у меня тут комбайн вот у меня здесь вот такая вот терочка все это я приготовлю сейчас почищу картошки натру сделаю немножко потому что я сомневаюсь что у меня кирюша их будет есть коля у меня уехал на рыбалку уехал вчера вечером и приедет только 7 вечером ну наверное да завтра недавно отзванивался там связь где-то иногда появляется и сказал что вроде как поклевка идет посмотрим обещал не привезти на ваги подарок не такой сделает чувствую на 8 марта сиди ира и чисти вот такие дела час картошки почищу сделаю драников надо что-то еще придумать отдельно приготовить детям нас артем в гостях у кирюшки друг оставался с ночевкой можно останется конечно у них тоже ночует иногда редко но иногда пусть дети играют дети 14 лет почти вот а я вы знаете я вчера вечером ничего не записала я вчера делала пельмени сегодня сняла короткое видео показала сделала много пельменей где-то наверное вышло у меня килограмм около 6 до около 6 килограмм потом я сделала блинчиков немножко и доделала рыбные пельмени еще у меня значит оставалось немного фарша трески вернее не фарша филе трески я его перемолола все сделала там пока он у меня разморозился в общем и сделала немножко еще от пельменей рыбных вкусные очень пельмени людям нравится нам самим нравится в общем пусть лежит в морозилке так сейчас начну чистить картошку и расскажу вам поделюсь с вами о том как я вообще возмущена почему вчера вечером даже ролик не стала записывать потому что мне было не то что моему возмущению не было предела я просто не понимала почему вот это вот происходит хотя я уже да уже прожила можно сказать такие времена тяжелые об этом я до этого рассказывал и чувствую началось все заново вчера я прихожу буду рассказывать и буду тихонечко чистить картошку в общем вчера прихожу с больницы пришла в подъезде соседку встречаю она мне говорит а чтобы вы город не знаетеvic kotokoii происходит без кане то каком дискович к сахарного горит песка нет я даже не ожидала такого вопроса вообще даже не ожидала что как то так неожиданном не сделал такие глаза но этого не знаете 5 вообще во всем городе песка нет а мне Накануне Коля пришел с работы, тут покупки-то выкладывает, говорит, слушай, говорит, что-то песка, говорит, в этом, в магните нету. Ну, я вообще пропустила это мимо ушей, потому что, ну, нету и нету, привезут, вот, вообще пропустила мимо ушей. А почему я говорю, что я возмущена, потому что, так как я вот начала заниматься вот этим своим маленьким бизнесом, да, я делаю не только пельмени, пельмени и вот это заморозка блинчики, я же делаю еще трубочки с вареной сгущенкой, где сахар, сахарный песок нужен, я делаю орешки, и вот это вот все, вот, все вот мне надо. Вот, я, значит, что позвонила Коле, он говорит, да, говорит, у нас, говорит, даже мужики говорят, что вообще ничего, нигде этого сахара нет. Но я же не верю, позвонила я знакомой девчонке, тоже вместе когда-то работали, говорю, вот так и так, говорю, слушай, говорю, вот такие вот слухи. Она говорит, нет, ни слухи, ни слухи, говорит, сахарного песка нигде нет, закуп обещают, значит, на базах уже по 90 рублей, и интересно, какая будет цена, она также возмущена, говорит, что, ну, она заведующая магазином, говорит, что, говорит, такое творится-то, говорит, это ужас просто, просто, говорит, ужас, мы, говорит, как его торговать будем, люди, говорит, как шарные все скупают, у меня, говорит, было-то немножко, я, говорит, и не записала-то это в свой магазин. Ну, ладно, я, значит, уже начинаю побаиваться, думаю, бляха, началось, ну, началось, зачем, зачем с ума сходить? В общем, позвонила я маме в пенингу. В общем, а так как собирается у мамы муж ехать сюда в больницу, я думаю, раз, ну, может быть, это у нас в Архангельске такой ажиотаж, может быть, там купит и сюда привезет, по какой там цене, позвонила, говорю, так и так. Мам, говорю, посмотри, сколько у вас там песок сахарный, она, говорит, я, говорит, тоже слышала слухи такие, что нету песка. А если, говорит, он и есть, то, говорит, он уже очень дорогой. Ну, мне вечер, мамин муж-то позвонил, говорит, да, песок, говорит, дорогой, у нас уже по 90 рублей. Так вы знаете, вот меня вот что вот удивляет, поражает. Я все понимаю, всем нужны запасы, да, я сама такая запасливая, потому что, если у меня, например, ну, пошли с Колей в магазин, или он пошел, он взял сразу вот эти два пакета по 5 килограмм, потому что он знает, что я этим делом занимаюсь. Вообще, даже до этого, когда я этим делом не занималась, вот я вот волнуюсь, я вообще рассказываю с Бичева, да, в запасе должно быть, но куда, все скупать. Да что такое, в Архангельске нет, в пригородах тут нигде нет. Позвонила племянница Вонегу, там тоже нет. Это что, по телевизору открываю, тут YouTube открыла, думаю, послушать там блогеров своих, которых иногда слушаю, рассказывает, значит, девчонка с Челябинска, блогер. У нас все полки полные, все хорошо, ходят слухи, что ничего нет, говорит, все, сахар есть, песок сахарный есть. Слышно, говорит, что скупают соль, спички. Вот у нас скупают. Вот это дошло до того, что, это вот помните, как вот гречу хватали, и потом женщину, пожилую женщину показывали, бабушку показывали по телевизору, что она скупила столько гречи, что она не знала, куда ее деть, и потом помогали ее эту гречу продавать. Меня вот это не то, чтобы вот возмущает, я просто в шоке. Ну, у нас что, вообще, последний песок, что ли, в магазинах был? Ну, да, вот эти события последние происходят, ну и что? Человек, день отработав на работе, вот возьмем, да, вот у меня муж, он день отработал на работе. Я, например, да, вот когда вот смену, я отработала. Другие, куча людей работает, ну, неправильно можно сказать, масса людей, там, огромная масса людей работают. Вот они целый день на работе, они вечером идут, сахарного песка нет. Даже к чаю ничего не купить. Зарплат не прибавляют, они взяли и взвинтили цены на этот песок. Где эти антимонопольные службы вообще у нас есть или нет? Я считаю, что вообще за такое, ну, расхватали, ну, привезите вы еще. Так, зачем цену-то уже поднимать? Они же, она же закуплена, вот этот песок наверняка, он закуплен по той цене, по которой вы там сделали наценку, продавали. Все равно, вы зачем уже сейчас, уже сейчас в продажу уже другой ценник? Да я не поверю, что это были последние запасы. И меня это прям так возмущает. Я расстроилась, вообще расстроилась. Я говорю, мне нужен вот этот сахарный песок в мою выпечку, чтобы людям продавать, чтобы ценник не поднимать, потому что пользуются спросом. Ну, и орешки, я не говорю, что там прям массовое производство у меня, но все равно оно есть. А я цену подниму и чего? Я куплю этот песок по 100 с лишним рублей. У меня какой ценник-то на те же трубочки будет? А за бесценок я тоже работать не хочу. Мне нужно ведь перекрыть электричество и вообще время свое. Да, это, ну, в общем, это все понятно. Тот, кто занимается вот этим вот производством торты, кто печет люди, да, это сейчас все в шоке. Это не просто чайку не с чем попить. Ну, я не знаю, конечно. Меня, меня эта ситуация вообще вот просто расстроила. Сейчас, подождите, сейчас, если еще дошло до спичек и до соли, сейчас и этого еще не будет в магазинах. Вот я последнее время, да, вот как чувствовала, я вот вспоминаю все вот эти вот годы, когда мы жили в страшном дефиците, да, когда ничего не было. А потом по телевизору, я лично видела кадры, по телевизору везут машины с продукцией. Может, это показное было. Может, я что-то не понимаю. Но нам, простым людям, показывают кадры, везут машины, КамАЗы везут, выгружают продукты на свалках, на свалках. И сжигают. Зачем это все делается? Для чего? Мы уже, мне кажется, у нас уже такой прогресс, у нас такая уже жизнь, что мы даже не должны думать о том, что у нас на прилавках сахарного песка не окажется, или спичек, или соли. Не знаю, не понимаю я что-то. И, в общем, меня вообще эта ситуация очень сильно расстроила. Очень сильно. Вот я вчера леплю эти пельмени, я все думаю, 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 до чего же все-таки мы опять доходим. Неужели мы возвращаемся в те времена? 91-й год. В 91-м году, это я точно помню, значит, я работала заведующей в магазинчике. У меня, я молоденькая совсем еще была, поставили меня, значит, в магазин заведующий. А магазин этот находился в такой промзоне на окраине города, где я раньше жила. Там, значит, дорожники была, база, хлебокомбинат там стоял. Ну, потом гаражи, автобусы, ну, по самому городу автобусы не ездили, а вот, например, там в деревне ближайшие рейсовые автобусы, там Даняндамы рейсовый автобус, ну, вот, огромный-огромный гараж. Потом лесопилка очень большая была, очень большая, там почти весь город работал, и было, по плату только туда, наверное, попадали, ну, хоть и весь город, но все туда попадали именно по плату, когда вот началась вот эта вот, вот этот дефицит всего. Потом, что там еще было? Вот эта лесопилка, вот это, значит, автобусы, дорожный, хлебокомбинат, и вот решили там построить магазинчик небольшой, чтобы людям транспорта, естественно, у людей столько не было, чтобы, да, сел с работы, поехал в любой магазин. Такого не было, да и магазинов-то было раз-два. Обчелся одни там рейпошки и военторги, куда простой люд не заходил. Вот поставили там, значит, этот магазин, и меня, значит, поставили, да, заведующий. Счастья моему просто не было предела. Я вообще была вообще с таким энтузиазмом. И я, мне тут еще, мне 20 лет, а меня заведующим магазином поставили. Все, у меня прям вот сил, знаете, как у молодых сколько сил. Тем более до этого еще поняв, нет, я, конечно, сознавала, что идя заведующей, да, идя на такую должность, такая ответственность, что периодически ты будешь там огребать за что-нибудь, да. Ну, меня это не волновало, тем более до этого я пережила ситуацию, потом как-нибудь в каком-нибудь видео расскажу, которое меня крепко научило. Ну, в общем, стала я там работать. Пока все было нормально, тем более хлеб всегда был свежий, прямо с хлебокомбината. На этом хлебокомбинате делали и сухарики, и баранки пекли, и все. То есть в этом магазине, вот в моем магазине, было все то, что иногда просто не доходило до других магазинов. А я была хапуга еще та. Мне же надо много. И я все, ну, куда ты, Ира, столько берешь? Ну, ты разве это продашь? Ну, как вот, куда вот столько много? Нет. Ну, сама я не брала, я делала заявку, как раньше это делалось. Делала заявку, согласовывала уже, значит, с Райпо, с теми людьми, которые этим занимались, и мне уже там уже, значит, давали добро. Брать это или не брать? Добро давали всегда. Потому что товар расходился на ура. Вот этот вот свежий, прямо свежайший хлеб, вот эти бараночки, вот эти, значит, сухари, все. Вот. Так, а что я начала тут рассказывать-то? А, вот. И, значит, в магазине все они кроме, кроме этой выпечки всего навалом, иногда и дефициты. Ну, о колбасе речи быть, конечно, не нужно. Колбаса это был тот продукт, который вообще очень редко появлялся на приватке, как колбаса, яйца. Ну, естественно, когда это все приходило, приходило в этот, учитывалось, что там очень много народу, все делилось честно. Мне хотелось, чтобы каждый получил свой кусочек колбаски, чтобы каждый получил 300 грамм конфет. И, в общем, все было здорово. Наступает предновогоднее время. Товара вообще в магазин не поступает. Ни конфет, ни тем более колбасы, ни яйца. Единственное, что есть в магазине, значит, было на тот момент, это соки в трехлитровых банках и выпечка с хлебокомбината. А у нас в городе было производство... У меня тут картошка, сейчас потемнеет, пока я тут рассказываю. Было производство, знаешь, была фабрика. Делали пряники, разные пряники. Делали лимонад свой. И делали такие сахарные конфетки. Такие маленькие, не подушечки, как мы все знают, подушечки, а такие вот они сахарные, разноцветные, таким конусом. Маленькие вот такие. Чай пить просто запах от них был, запах лимонада, вкус, вернее, лимонада. Ну, очень было вкусно, тем более в те времена, когда вообще наступал вот этот вот дефицит жестокий. Значит, естественно, каждая заведующая приезжала, значит, на эту фабрику, ну, вот в это производство. Там, значит, у каждой заведующей уже, значит, была у нас очередность, кто, когда, чего берет. По дням недели, потому что... Ну, изготавливалось все в больших количествах. Изготавливалось, изготавливалось. И мы брали все на свой магазин. Наступает Новый год. Мы понимаем, что нам даже на подарки детям ничего нет. Понимаете? В подарки детям... Все ведь ходят, ездят, закупаются в магазины, потому что на подарки собирать. А в магазинах ничего нет. И ничего не привозят. И базы становятся пустые. Это вообще... Вот этот Новый год я запомню, наверное, вот, ну, на всю жизнь запомню. Потому что полки пустеют. Меня люди спрашивают. Ира, когда чего привезут? Ты, наверное, нам ничего не говоришь. Ну, как же я вам, ребята, не говорю? Вы что? Вы же видите, да? Вы видите, какие машины. Все равно вы ходите тут, да? Вы же видите, какие машины ко мне приезжают. Никаких практически не приезжает. А, там еще рядышком вот наши райповские склады были. Как раз у нас вот была не только вот эта лесопильня, дорожники. Был еще огромный-огромный райповский склад. О, огромный просто. И вы же видите, даже машина райповская не приезжает. И вот, значит, уже... Дело уже подходит где-то к середине декабря. Мы все в шоке. В магазинах ничего нет, потому что дети ждут, как всегда, мандарины, шоколад. Как раньше, да? Что только не было в подарках. Конфеты, так уж конфеты. Обязательно мандаринки были. Это вот я вот еще в Пинниге, когда вот были у меня такие годы, когда я иногда к маме приезжала, я помню такие еще подарки. А в Рязанской области, в самом Новомичуринске, там вообще были детям шикарные подарки. Ну, впрочем, не буду я отступать от темы. Ну, значит, время уже где-то подходит середина декабря. В магазинах пусто. Уже 22-е где-то примерно, значит. 25-е декабря. В магазинах пусто. И что мы делаем? Мы с одной заведующей, значит, созвонились. Она говорит, давай, говорит, хотя бы... А я, говорит, слышала, что... Пряников, говорит, даже не будет. Что нет сырья, из которого делать будут эти пряники. Пряники вкуснющие были. Лимонад уже делать прекратили. И даже не будет вот этих вот конфеток. Мы с ней быстренько на эту фабрику приезжаем. Вот она была уже женщина такая. Ей, наверное, вот уже было тридцатник с лишним. Ох, хваткая была. Ой, как я хотела на нее равняться. Вот. Мы с ней приезжаем. Она идет, пробивная, договаривается. Там, ну, девочки, надо еще там кому-то оставить. Оставляйте. Но нам надо больше всех. У нее, говорит, там производство. У меня тоже на окраине в магазин. Там полно народа. Там другие организации. Говорит, оставляйте. А нам больше всех. И вот мы с ней. Мы, значит, в райпо созваниваемся. Все. Телефонов таких мобильных у нас не было. Надо обязательно было съездить туда, сюда. Да, договориться. Назаказывали мы с ней этих конфеток. Этих пряников. Это все. И как получается, мы последние, кто это забрали. Все. Все эти пряники. И потом даже туда уже, ну, на это производство. Уже, значит, до Нового года прекратились поставки продукции. Из которых вот надо все было это делать. В этот Новый год. В 91-й год детям были, значит, в подарках пряники. Вот эти вот конфетки, подушечки. По-моему, были сушки с хлеба комбината. И даже не было конфет. Вот этот Новый год я помню. Это кому расскажешь. Вот, может быть, кто-то сейчас меня смотрит и скажет, ну, она несет какой-то бред. Нет, это не бред. Я работала в торговле. И я лично, я лично паковала эти подарки. Вот так вот. Так, я к чему-то рассказываю-то. У нас что опять творится-то? Чего тут с ума сходить? Ну, конечно, до этого уже не дойдет. До этого не дойдет. Но меня бесит, что вот это вот все раскупается с таким количеством. Сейчас все хотят запастись. Все боятся. Да, конечно, все люди реально боятся. Но ценники-то куда винтить, я не понимаю. Но если сделают ценник, говорят, там до 150 рублей килограмм песка, это что такое вообще? Это вообще что издевательство, какое над людьми? Я, например, у меня зарплата, я работаю по смену, моя зарплата в месяц чистыми 25 тысяч. Сделали, было 24 500, как-то так, да, сделали небольшую, значит, индексацию там какую-то. Вот 25, ну, может, будет с копеечками. Я тут пока на больничном, я еще вот так вот за целый месяц не получала. Но это же вообще издевательство просто. Я не истерю, я не обвиняю людей. Все боятся, все. Особенно люди моего поколения, все это они помнят, живо помнят. И они никогда этого не забудут. Никогда. Какие были времена. И, конечно же, они боятся. Вот, например, когда у нас уже совсем в городе ничего не было, да, а у нас, между прочим, наш район, наш район соседствует с Карелией. И люди, у кого были свои машины, или у кого организация выделяла машины, ездили в Пудаш, это в карельский город, ездили за дефицитами. В этом Пудо же было все в Карелии. Все было. Каких только дефицитов у меня моя бывшая свекровь оттуда не привозила. Ассорти, значит, огурцы, помидоры. Это был дефицит. Вот, сливы, которые раньше у нас просто на полках, сливы в банках, персики в банках, они раньше у нас... Я еще маленькая была, я просто помню, вот в пенике, они просто вот пылью покрывались на прилавках, да, их никто не брал. Консервы всякие, это все исчезло. Было это только в Пудо же. Размущалась, что даже камера опять у меня перегрелась. Вот так вот, вот такие вот тела, такие были у нас дефициты. Так, а у меня картошка почищена. Значит, я сделала такую мелкую терочку. Если она у меня сейчас не пройдет, такую вот мелкую, да, то я переверну и сделаю я другую. Мне хочется вот совсем на мелкой. Потому что раньше, когда мы терли картошку, мы терли именно вот на самой мелкой терке. Сейчас попробую. Ой, что я сделала. Так, сейчас попробуем. И отключила свет. Я отключила свет нечаянно. Вот сейчас я, значит, сделаю. Этот комбайн посмотрим, как будет тереть. Пока я открою, я включу музыку, потому что он очень громкий. Что получится, я не знаю. Так, что получится, я не знаю. И так начнем. А, начнем. Так, ну вот. Картошечку я перетерла. И сейчас все это я переложу в миску. Так, это я снимаю. Вроде нормально все перетерлось. Но, конечно же, конечно же, мелко. На этой, на мелкой терочке. Ну, лучше будет прожариваться. Мы тоже раньше терли вручную. На мелкой терке. Вот такая масса получилась. Сейчас я ее выну. Все это уберу. Сюда я добавлю мелко нарезанный лук. Наверное, одну большую штучку соли. Можно еще добавить чеснока. Я, наверное, добавлю сухого чеснока. Так, это все мыть. Очень удобно сейчас. Это не раньше на терке, да? Я говорю, такой прогресс идет сейчас. Что только нету. Что только нету. Что только они придумали, чтобы людям облегчить жизнь. Не пылесосы, которые сами пылесосят. И машинки стиральные. И посудомойки. Но продуктовая тема всегда остается больной. В самых таких сложных ситуациях продуктовая тема всегда больная. Особенно сахарный песок. Это вообще вот как вот как, вспомнишь, как один сахарный песок. Ягоды сахарного песка нет. Что еще? Какой-нибудь, значит, кризис в стране, сахарного песка нет. Вообще. Не будем сахар есть тогда. А что я без сахара на пеку? Ничего не на пеку. Сахар должен быть всегда, везде. У меня это вообще... Вот видите, я расстроена. Очень расстроена. Что-то там мне... Какое-то сообщение мне пришло. Так. Такие вот дела. Это я на мой сразу, чтобы потом это ничего не присохло. Потом будет очень сложно отмыть. Штука эта такая очень острая. Очень надо аккуратно. Я, между прочим, уже сколько раз пальцы обрезала. Не хочу. Так, сейчас я ненадолго отключусь, чтобы здесь убрать со стола. Друзья, мы немножко прибрала, чтобы тут не показывать вам все свои уборки. Зачем время ваше и свое потерять. Вот я взяла вот такую большую луковицу. Я сейчас ее почищу и мелко порежу. Так, еще мне надо соли. Чеснока я добавлять не буду, не хочу. Соли немножко. Ложечку, грамм пять, наверное, здесь. Можно пробовать, ничего страшного. Попробуешь потом, да, что-то там будешь изобретать. Вот. Есть тут такой один момент. Вот эта вот картошка, конечно же, она, как сказать, во-первых, она темнеет, это ничего страшного. Вот она вот, да, она все равно темнеет, тертая картошечка. Вот. И она, значит, отделяет, некоторая картошка очень сильно отделяет вот этот сок, вот этот крахмал, а некоторые не очень. И вот я вот этот крахмал, если его много, я его сливаю, вот этот сок, крахмал остается на дне. Сок я сливаю, но не в раковину, например, да, а в чашечку. И потом, когда вот все это я добавила, я его добавляю, посмотрю, вот по густоте как, потому что очень-то густое тоже печь неудобно. Так, сейчас что с луком, сейчас почищу его. Очень хочется мне этих драников, я говорю, как будто возвращаюсь в прошлое, когда эти драники, выручали, просто выручали в такие тяжелые, голодные времена. И слава Богу, что и сейчас нет этих времен. А вот скажите, кого-то еще вообще бесит эта ситуация вот с тем же сахарным песком? Я знаю, что люди, которые занимаются производством выпечки на дому, вот их тоже это особенно бесит. Потому что, если этот песок подорожает, да, например, ты просто пойдешь чайку попить, ты купишь себе килограммчик, ты шиковать, конечно же, уже не будешь. Извините. А вот те, кто пекут, делают еще что-то, вот те, да, естественно, повысится цена за продукт, никто не будет работать просто так, на энтузиазме. Это же большой труд, выпечка, это большой труд. Так, сейчас порежу. Друзья мои, я отключилась, потому что я порезала половинку лука, мелко-мелко я ее порезала, хранила. Вот. Луковица была большая, но у меня вообще слезы текут, страшно. Думаю, не буду я показывать вам, как я плачу. В пору бы заплакать, да, в такой ситуации, но мы не будем плакать. Мы будем надеяться, что все хорошо. Так что, конечно же, я понимаю сейчас, как люди, которые занимаются работой на дому, как они переживают. А сейчас все будет, наверное, все будет, и мясо дефицит, и крупы дефицит. Например, те же каши с мясом я делаю, я не представляю, что вообще ожидает нас. Ну, в общем, как говорят, по ходу дела. Так, что еще сюда идет? Значит, яйца. Сюда идут еще яйца. Сейчас мы расколем сюда пару яиц. Вот я думаю, пару яиц хватит или нет. Даже не знаю. Но я вот помню, тетя Люба, она яичный порошок, даже ложила. Раньше, вот сейчас я не вижу яичного порошка в продаже. А раньше был. И я помню, что везде его как-то, он везде используется. Если, например, она жила, она в Паранковске, у нее был яичный порошок. А мы вообще жили здесь, на севере, Архангельское область. У мамы яичный порошок был, у бабушки был, но ничего, яичный порошок был. А сейчас я его не вижу. Так, вот сюда вот сейчас пару яиц и немножко муки. Совсем немножко, много не надо. перемешиваем. вот. Это все перемешаем сейчас ложечкой. Мне, наверное, надо эти драники было делать, дома Коля был. Я просто уже думаю, что-то хочется уж мне их и заодно ролик запишу. Повозмущаюсь. Колька у меня их тоже любит. Ну ладно, он приедет, я ему что-нибудь тоже такое приготовлю. Он приедет, мы будем шашлыки делать. Будем праздновать 8 марта. У меня маленький внучок заболел, температура у него. Они, наверное, даже к нам не придут. Маленький заюшка. Когда дети болеют, да, всегда так плохо, тяжело. Вот вроде все ребятки болеют. А знаешь, что ребеночек заболел и переживаешь. Вот так вот. Так, вот уже перемешали. Надо попробовать на соль, а и добавить немножечко муки. Вот сейчас ребята пойдут в магазин и посмотрят, есть сейчас сахарный песок в продаже или нет. Сейчас когда заколебал это с сахарным песком нас уже всех. Посмотрит, посмотрит ценник. Они вчера вечером ходили в магазин и говорили, купите мне хотя бы масло растительное, хоть пару бутылочек. Потому что мне без него тоже никак в пельмени, в тесто оно идет. Больше-то никуда не идет. В консервы не идет, в выпечку не идет, идет маргарин. Вот, теперь еще и маргарин. А вот маргарин-то это вообще мне очень-очень нужен. Сейчас пойдут, купят мне маргарина. Так, сейчас все это дело перемешаю. Сейчас отправлю их в магазин и снова к вам подключусь. Так, значит, все, сюда положили яйцо, соль, картошка. Все, сковородку разогреваем. Разогреваем сковородочку. Раньше на чугу мы в таких сковородках жарили. Так, вот побольше мне взять или это мне достаточно? Хотя она не намножко и побольше. Сейчас мы разогреем ее. Возьмем вот такую супницу. Она даже не супница, крышка, а другой супницы. Там такая она конусообразная, не только под суп. Вот сюда будем складывать готовые. Вообще, их складывают, значит, готовые драники, обжаренные, их складывают в емкость, в горшочек глиняный, да, или вот в посуду, которая выдерживает, ну, то, что в духовку можно положить. И в духовочку еще на какое-то время. Но я этого делать не буду. Мы этого не делали никогда. А свекровь у меня бывшая делала. Она, значит, тоже драники, они у нее, значит, еще с салом. Она все это в чугуно и потом в печку складывала. Ну, так их пожарим. А может сделать и в печке. Нет. Пожарим так. Оберну потом в теплое полотенце. Постоят немножко. Мне заказ пришел. Так, мне пришел заказ. Сейчас я очень быстренько отвечу, чтобы приезжали. Приезжайте. Вот. Номер телефона. Так, ну что. Много масла лить не буду. Чтобы не было жирно. Приятно было кушать. Кофе еще хочу выпить. Кофе остался. Времени уже много. Времени уже 12 дней. Сейчас начнем. Я, как всегда, ничего я не подготовлюсь. Ползаю потом. Ножичек намыть. Сейчас попробуем. Разогрелась. Вытяжка будет гудеть. Сейчас машинку отключу. Вытяжка, наверное, будет сильно гудеть. Окошечко открою. Вот такими ложечками. Сейчас я покажу. Небольшими. По чуть-чуть. Вы еще не собрались, что ли? Так я просто пришел. Все, давай, собирайся. Я сейчас... Я начну посмотреть. Напиши ВКонтакте, что купить. Ты мне напиши ВКонтакте. Не видишь, я занята. И что? Ты же разговариваешь со мной напрямую. Ну и что? Что я разговариваю? Написать-то я не могу. Ладно, пойдешь в магазин, напишу. Все, давай. Давай. Так, сейчас до золотистой корочки мы их сейчас пожарим. Не видно или видно? Хоть бы они перевернулись-то. Если я накрою крышкой, то вот пар от крышки, да, вот он будет скапливаться на крышке, этот конденсат капли, будут капать в масло. И потом, когда открываешь, оно все масло шипит. Сделаю огонек немножко поменьше и будем пробовать, что у нас тут получится. Между прочим, я вот заметила, да, ну, вот на моей памяти, мы раньше масло на сковородку нальем, оно никогда, значит, оно вот так не брызгало почему-то. Сейчас кто-то мне сказал, что есть какая-то доля воды, что ли, в масле, и из-за этого масло вот так вот прыгает на сковороде, шипит. Раньше вот я этого, например, не замечала. Вот оно, сейчас я вам покажу, оно уже как начинает обжариваться. Ну, вот это еще мало. Вот это я еще вот мало обжарила. Нужно еще, вот, вот такой примерно должно быть. Вот. Ну, ведь их же не один раз ты перевернешь, да? Вот так вот перевернула, пожарила, можно еще на другую сторону перевернуть. Так, а сюда, это я поставлю вот сюда на газ. Естественно, включать я не буду, но, по крайней мере, вот будет тепло идти. Она толстая такая, будет идти тепло, и граники, они остывать не будут. Вот тертая, жареная картошка, она должна приготовиться. Конечно, блюдо на любителя, я ничего не скажу, не каждый это ест. У нас девчонка была, ну, когда учились, вот, на продавцов, значит, в училище. У нас девчонка даже вот с Украины была, у нее отец жил. Ну, почему с Украины-то, мы же тогда все тут вместе, по-моему, были. Я не помню, не будем углубляться в историю, но она была украинкой. И я, значит, сделала вот такие драники и пригласила ее к себе. Это я жила уже вот у своего будущего мужа, когда он в армию ушел. Я жила уже у него дома с его матерью и отцом. Я сделала вот этих драников, пригласила ее, и они не очень понравились, потому что ей туда нужно, значит, сало. Ей туда, хотя она была такая высокая, худая, ей надо было сало, ей надо было побольше чеснока и побольше лука. Вообще вот побольше. Ну, видите ведь кто, как любит, оказывается. Мне что-то там доча пишет, наверное, про Тимулю. Сейчас и часть напеку. Сейчас и часть напеку. И покажу вам, как это происходит. А потом отключусь, чтобы не печь вот весь процесс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Друзья мои, весь процесс жарки я показывать вам не стала. Я сейчас вам покажу, что получилось. Начало жарки вы видели. Один мой добрый совет. Не закрывайте сковородочку крышкой и даже не прикрывайте, чтобы масло, водичка, вот этот конденсат с крышки не попадал в масло. И тогда газовая плита у вас будет, ну, почти чистая. Я, конечно, ее уже обтерла. Решетки я еще с утра намыла. Я все равно ее обтерла. Конечно же, немножко жира будет. Так что, я думаю, ничего страшного. Сковородочки уже намыла. Итак, показываю. Вот что получилось. Не знаю, как передает камера вот этот цвет. Они, конечно же, темнеют. Но это очень вкусно. И пока у меня ребята ходили за сметаной, за зеленью. Вы знаете, я признаюсь, я вам... Я потаскала уже здесь немножко, наверное, штучки 4 я съела. Это очень вкусно. Пусть не пугает их вид вас. Вот, а потом сделаю фотографию, где будет зелень, сметанка. Вот как еще заставить ребенка все это дело съесть. Вот она у меня под полотенчиком. Вот так вот. Если сегодня я что-то еще буду, заказы поступают. Заказы поступают. Надо печь. Вот, на улице тепло. Сейчас ребята сходили. Вот у нас тут тоже там дом напротив. Здесь у меня птички прилетают. Я когда очищаю края орешков, там излишки теста этого печеного, да, я все им тут выхожу. Вон там даже следы. Следы птичек. Ну, наверное, не только птичек. Птички у меня здесь питаются. Все, ребят. До свидания, до вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...